Несколько минут казались вечностью. Таковы воспоминания ливанского дизайнера Эли Сааба о смертоносном взрыве, который прогремел в Бейруте 4 августа. В тот момент 56-летний модельер стоял на пороге своего дома. А недалеко в его ателье трудились 200 работников, включая его сына. «Я увидел сына всего в крови и не мог в это поверить. Я сказал себе, что хотя он и ранен, но, слава богу, уцелел. На его голове и руках были порезы. Прошло 15 минут, но мне казалось, что они тянулись два дня». В результате взрыва в порту 178 человек погибли, около 6000 были ранены. Сааб-младший говорит, что были серьёзно повреждены их предприятия в центре Бейрута и дом в нескольких сотнях метров от порта. «Мы видели разрушения в доме, обломки, людей на улицах, которые не знали, что делать, машины. И мы не понимали, произойдёт ли что-то ещё. Мы звонили и узнавали, всё ли в порядке. Нам говорили, что кто-то погиб, кто-то ранен или пропал без вести». «Это напомнило гражданскую войну. Тот же запах, та же грязь, те же разбитые стёкла. Мы не хотели к этому возвращаться. Было бы лучше без этого». При этом дизайнер говорит, что не собирается покидать Ливан. Он планирует трудиться, чтобы успеть подготовить коллекцию к сентябрьским показам в Париже. «Слава Богу, мы живы и нам нужно продолжать. Нельзя останавливаться. Нужно включать амбиции, каждый день принимать как вызов. Нельзя остановиться и расслабиться». Помимо предприятий Сааба, взрыв разрушил магазины и ателье ещё двух ливанских дизайнеров – Зухаира Мурада и Рабиха Кайруза. Последний также был тяжело ранен. Лидеры мятежников в Мали призвали людей вернуться на работу. Днём ранее они арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра страны Бубусисе. Их вынудили уйти в отставку. Глава государства также распустил парламент. Перед малейцами в телевизионном обращении выступил представитель так называемого Национального комитета спасения людей. «Комитет призывает население спокойно заниматься своими делами и просит восстановить деятельность. Комитет призывает служащих завтра вернуться на работу и заверяет людей, что были предприняты все меры, чтобы защитить работников, их собственность, а также места их работы». Как предполагается, к мятежу военных привело недовольство коррумпированной властью, плохим экономическим управлением и ростом насилия в некоторых регионах страны. Всё началось на военной базе Кати в 15 километрах от столицы Бомако. Возглавили восстание заместитель командующего базы полковник Малик Диау и генерал Садио Камара. Начав перестрелку и захватив своё начальство, они двинулись на столицу. Перевороту предшествовали недели многотысячных антиправительственных демонстраций. Тем временем лидеры мятежников уже начали переговоры с главами министерств, чтобы обсудить дальнейшую работу правительства. Они также встретились с лидерами протестного движения. Мятеж осудили представители Африканского союза и экономического сообщества стран Западной Африки. Также восстановить законное правительство призвал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Где удерживают бывших президента и премьер-министра неизвестно. Предполагается, что они находятся на военной базе Кати. Мятежники обещают в ближайшее время провести в стране новые выборы. В Аргентине за последние сутки выявили почти 6700 новых случаев COVID-19. Скончались более 200 человек. Общее число заражённых превысило порог в 300 тысяч. Зарегистрировано 6330 смертей. Сотрудники Министерства здравоохранения считают, что ситуация стабилизировалась, поскольку за сутки выявляют примерно одинаковое количество новых случаев инфицирования. Однако их по-прежнему много. Самые высокие суточные показатели регистрировали в конце июля и начале августа. В связи с этим на прошлой неделе в Буэнос-Айресе продлили карантинные меры, которые до этого начали ослаблять в разных частях страны. «Пожилым и людям с заболеваниями надо позаботиться о своём здоровье. Пусть сейчас им помогают родные или друзья. Держитесь на расстоянии двух метров друг от друга, носите маски и мойте руки. Эти меры очень важны сейчас, когда вирус активно распространяется». Между тем, тысячи аргентинцев недавно вышли с протестом против возобновления карантинных ограничений. Во время пандемии экономика страны погрузилась в глубокую рецессию. Люди больше не хотят сидеть дома. «Как и в других странах, следует доверять нам в том, что мы можем поступать как взрослые. Нужно позволить нам вернуться на работу и двигать страну вперёд». В столице Аргентины её пригородах карантин действует с конца марта. Также он был введён в нескольких департаментах провинции Жужуй, в одном департаменте огненной земли и в одном провинции Санта-Круз. В остальных частях страны люди должны соблюдать социальное дистанцирование. На этой неделе директор панамериканской организации здравоохранения заявила, что пандемия COVID-19 и длительный карантин вызвали беспрецедентный кризис в области психического здоровья среди жителей Северной и Южной Америки. Его спровоцировали стрессовые состояния, а также употребление наркотиков и алкоголя. Микки Маус, его подружка Мини и Покемон Пикачу. Популярные герои мультфильмов пришли к детям бедного района Буэнос-Айреса. Костюмы выдуманных персонажей надели волонтёры. Они хотят порадовать ребят в День защиты детей. В Аргентине его отмечают в августе. В Буэнос-Айресе и его пригородах уже несколько месяцев действует жёсткий карантин. Визит весёлых гостей стал настоящим подарком для юных аргентинцев. «Мы дарим игрушки детям, которые изолированы вместе с семьями. Волонтёры в костюмах персонажей мультфильмов, таких как Микки, Мини и Пикачу, будут навещать ребят, чтобы порадовать их в эти трудные времена. Мы хотим помочь им и вместе преодолеть это испытание». Волонтёры подарили детям 250 игрушек и раздали 300 пакетов со сладостями. Они также сфотографировались с маленькими жителями столицы и подбодрили их тёплыми объятиями. Помощь добровольцев не ограничивается этим мероприятием. Каждую субботу они привозят сюда еду для 200 семей. За коалами в австралийском штате Новый Южный Уэльс теперь наблюдает дрон. Беспилотник оборудован инфракрасными камерами и может отслеживать животных днём и ночью. Полученные данные должны помочь защитникам природы сохранить популяцию коал. После недавних масштабных пожаров ей угрожает исчезновение. «Дроны – это новый способ быстрого поиска коал среди лесных зарослей». Беспилотным летательным аппаратом управляет калифорнийец Дуглас Трон. До приезда в Австралию он помогал разыскивать и спасать животных на Багамских островах, которые в прошлом году пострадали от урагана Дориан. «Я увидел ролики с горящими коалами и людьми, которые пытаются их спасти. Я сразу решил не возвращаться в Калифорнию, а ехать в Австралию. Я знал, что мой инфракрасный дрон может спасти бесчисленное множество коал». Животных помогают находить и волонтёры. Сью и её дочь Кейт посвятили себя этому занятию, узнав, что к 2050 году коалы могут исчезнуть. «Это реальность. Через 30 лет мы можем потерять коал. Их надо сохранить для будущих поколений людей». Сью и Кейт отыскивают коал по экскрементам и царапинам на деревьях. Потом отправляют сведения на специальный правительственный сайт. Эти данные также используют сотрудники Всемирного фонда дикой природы. А благодаря наблюдениям с помощью дронов информация станет полнее. Также защитники природы, зная о местах обитания коал, могут остановить там вырубку леса. Сейчас это крайне важно для сохранения вида. Орловские рысаки когда-то были любимыми лошадьми русской знати и по-прежнему остаются гордостью России. Эту породу, как и раньше, разводят на конных заводах в Воронежской области. Граф Алексей Орлов увлёкся созданием породы рысаков в 60-х годах XVIII века. Сначала занимался этим в подмосковном селе Остров, потом в Воронежской губернии на землях, пожалованных императрицей Екатериной II. Он построил два конных завода в сёлах Чесменко и Хреновое. «Прежде всего граф Орлов решил вывести лошадей каретного типа, по-другому говоря, рысаков, для того, чтобы человек комфортно себя чувствовал в карете, когда его везёт плавно лошадь. То есть рысистый ход – это очень плавный ход лошадей. И началось это у графа с покупки жеребца арабской чистокровной породы сметанки». Орлов отдал за сметанку огромную сумму – 60 тысяч серебром. Жеребца доставляли из Турции в Россию два года. Он успел оставить небольшое потомство и пал по неизвестной причине. Сметанку скрещивали с кобылами европейских пород. От его сына полкана первого и фрисской лошади из Голландии родился серый в яблоках жеребец Барс Первый. Он и стал родоначальником орловских рысаков. «Орловский рысак считается уникальной породой. Эти лошади годятся почти для всех видов конного спорта. Участвуют в скачках, выездке, конкуре и, конечно же, в рысистых бегах». «Скаковые лошади бегают естественным алюром, и это им дается гораздо проще. А у рысаков это как бы неестественный, искусственный алюр. И этому нужно больше контроль уделять больше внимания, чтобы она не сбивалась, чтобы она ровно бежала, правильно ноги ставила». На конных заводах работа начинается ранним утром с осмотра лошадей. Потом рысаков запрягают и тренируют бегать резвой рысью. На обоих заводах за год выводят и продают примерно 100 лошадей. Цена одного животного может достигать 150 тысяч долларов. Наиболее востребована эта порода в России, Китае и Казахстане. Удары молний вызвали небывалые лесные пожары в американском штате Калифорния. «У нас пожары, каких мы не видели много-много лет. По всему штату Калифорния полыхают 367 активных пожаров». За трое суток в штате зафиксировали около 11 тысяч ударов молний. При этом в регионе вторую неделю стоит рекордно жаркая погода. Несколько дней назад в Калифорнийской долине смерти зарегистрировали плюс 54,4 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура на планете за всю историю наблюдений. Из-за пожаров тысячи человек получили предписание эвакуироваться, в том числе в области залива Сан-Франциско. «Крупных пожаров 23. И мы сейчас тушим их очень целенаправленно всеми нашими силами – локальными, региональными, на уровне штата и федеральными». Огонь уже уничтожил около 50 строений, включая жилые дома. Ещё 50 повреждено. Помощь в борьбе с огнём Калифорнии оказывают штаты Аризона, Невада и Техас. Правительство Тайваня призвало граждан быть осторожными, поскольку демократическому острову угрожают кибератаки со стороны китайских властей. Согласно полученным данным, две группы хакеров, связанные с Компартией КНР, взломали базы не менее 10 правительственных учреждений, а также около 6 тысяч электронных адресов госслужащих Тайваня. Целью атак было похищение чувствительных данных. «Внешние поставщики услуг отвечают за управление очень важными информационными системами наших правительственных структур. Используя этих поставщиков как отправную точку, эти хакерские группы могут атаковать наши правительственные учреждения и получать очень важные документы и материалы». Кибератаки начались ещё в 2018 году, при этом тайваньское правительство пока не выяснило, какие конкретно данные были похищены. Среди объектов для нападений были по меньшей мере четыре технологические компании Тайваня. Правительство предполагает, что кибершпионажем занимаются две группы – BlackTech и Taidor, получающие поддержку со стороны Компартии Китая. Теперь тайваньские власти пытаются выяснить, сотрудничали ли какие-то местные компании или отдельные лица с китайскими хакерами. В последнее время отношения между Тайванем и Китаем накалялись. Пекин активизировал военную деятельность возле острова, а также снова пригрозил использовать силу, чтобы вернуть регион под свой контроль. Тайвань – самопровозглашённое, частично признанное государство. Китай по-прежнему называет его своей мятежной провинцией.